Включить телевизор в зале. Включить свет на кухне. Открыть шторы в зале. Включить дополнительное освещение. Установить люстру на 30%. Если вы думаете, что это что-то очень далекое, несбыточное или безумно дорогое, тогда вам сюда. Досматривайте этот ролик до конца, я вас буду огорчать, что это совершенно не так. И, кстати, привет, с вами Спрут. Сегодня я расскажу вам все, что знаю об Apple HomeKit. Или, как проще говоря, умный дом от Apple. Но даже Apple, точнее Siri, признает, что это не очень умный дом. А что она говорит? Дом? Милый автоматизированный дом. Да-да, это именно автоматизированный дом. Так что будем разбираться? Поехали! И, как всегда, начнем с теории. В далеком 2014 году Apple нам представила HomeKit. И многие могли подумать, что это умный дом от Apple. Это так, но не так. Сейчас буду объяснять, что это. Каждый уважающий себя производитель техники, да не только, пытается сделать свою умную вещь. И обязательно к этой умной вещи он предлагает умное приложение для вашего умного телефона. И когда эта вещь одна, все вроде бы логично, классно и круто. Но, когда у нас появляется несколько умных вещей, у нас появляется несколько умных приложений. И они начинают плодиться ровно как пульты. Да-да, те самые пульты. Сначала это было безумно удобно, когда у нас был один пульт от телевизора. Но потом у нас появлялась тарелка, медиа-центр, ресивер, кондиционер, люстра и так далее. И в итоге у нас образовывалось огромное количество этих самых пультов. Они плодятся, размножаются и по сей день. И заметьте, чем их больше, тем меньше пользы они приносят. Не правда ли? Странный факт. Вот сколько пультов насобирал я по всей квартире. Если у вас больше одного пульта дома, ставьте лайк. И напишите, сколько устройств в вашей коллекции. Так вот, HomeKit это единый стандарт для управления всеми умными вещами. Если говорить проще, то Apple выпустил свой собственный пульт, под который должны подстроиться все производители техники, а не лепить каждый свой. Тогда мы получим тот самый единственный пульт, который управляет всей техникой в доме. Да-да, все настолько просто совсем в духе Apple. С одной стороны ничего не сделано, с другой стороны на выходе мы получим конфетку. А теперь давайте посмотрим, что же предлагает нам Apple. На заднем фоне вы уже могли немножко посмотреть, какие функции она поддерживает. И хочу отметить, что до 10-го ИОСа у Apple даже не было собственного приложения для управления домом. Нет-нет, управлять можно было, но с помощью серии. А вот настроить все или понажимать физически на кнопочки можно было только через приложение стороннего разработчика. Оно, кстати, проплывает сейчас мимо вас. А теперь самая большая проблема. Это то, что поддерживает столько устройства вот с этой желтой надписью Apple HomeKit. И в чем самая большая проблема? Это то, что их очень мало. И производители не очень заинтересованы в их производстве. Ведь если мы вспомним, технология была представлена в 14-м году, сейчас 16-й. Прошло почти 3 года, а мы имеем 2 страницы устройств. И в основном это устройство прокладки. Сейчас объясню, что это такое. Например, у меня в люстре 5 лампочек. Сейчас, чтобы ее автоматизировать, мне пришлось бы купить ровно 5 лампочек, которые могли бы подключиться к HomeKit. А не один умный диммер, который мог бы управлять все люстры целиком. То есть мы можем автоматизировать какие-то небольшие компоненты в нашем доме. Но нормальной автоматизацией это даже и не пахнет. А самая большая проблема заключается в том, что нельзя подключить наше текущее устройство. И ладно, если у нас есть один телевизор. Но представьте, если у нас есть уже работающий умный дом. Мы остались за бортом? Казалось бы, да. Но дальше я расскажу, как это все можно исправить. Ну что, продолжаем разбираться дальше. Если у нас есть iPhone, iPad или Apple Watch, то уже сейчас мы могли бы управлять умным домом. Главное, чтобы он поддерживал Apple HomeKit. А для примера мы возьмем лампочки. Каждое из устройств способно отправить сигнал на включение лампочки. Лампочка в свою очередь включается и отправляет обратный сигнал, что она включилась. А теперь я расскажу, как в эту систему можно включить наше текущее оборудование. Или уже работающий умный дом. А в этом нам поможет малинка. Так называется компьютер, который вы видите перед своими глазами. А самая большая проблема этого устройства, то что оно сделано для программистов. И настройка всего этого дела будет выглядеть тоже как нечто, созданное для программистов и самими программистами. Но с этим я постараюсь вам помочь. По ссылке выше вы сможете посмотреть, как настраивается данный прибор для управления умным домом на базе Веры. Все это работает примерно так. Устройства Apple думают, что они работают с обычным HomeKit и отправляют туда запросы. Малинка их переадресовывает на наше устройство и отправляет ответ как HomeKit. Да, согласен, что это в разы сложнее, чем просто подключить лампочку. Но тут мы сможем уже управлять всем, чем захотим, а не только какими-то мелкими компонентами. Ааа, все, хватит этой теории, давайте посмотрим, как это работает в реальной жизни. На iPhone 6s и выше есть функция Привет Siri, которая работает без подключенной зарядки. Но, кстати, если подключить зарядку, то чувствительность микрофона увеличивается в разы. Теперь с применением HomeKit это становится более востребовано. Например, Привет Siri, я дома. Ваш замок приветствует вас, Олег. Кстати, эта чудная функция прекрасно работает и на часах. Привет Siri, я дома. Кстати, по отражению на столе можно понять, что что-то происходит. И что самое классное, даже если у вас выключился iPhone, отказал Apple TV, часики все равно имеют доступ ко всему вашему умному дому. То есть сейчас часы у нас ни к чему не подключены, кроме Wi-Fi. Привет Siri, я дома. Пожалуйста. Весь контроль остался на руке. А если у вас есть iPad или Apple TV, дома можно управлять удаленно. А работает это примерно так. Например, iPhone отправляет сигнал на Apple TV, Apple TV отправляет сигналы на HomeKit устройства, получает от них ответ и отправляет этот ответ обратно на iPhone. Чем это похоже на малинку, не правда ли? Вы можете подумать, а зачем это использовать удаленно? А вот зачем. А теперь, предположим, что на машине мы приехали домой. Да, сейчас было бы круто сказать, Siri, открой ворота, но, к сожалению, пока ворота у нас нет. Поэтому, привет Siri, я дома. Дом, милый автоматизированный дом. А теперь давайте посмотрим, как все это работает удаленно. Для этого мы просто выключаем Wi-Fi, возвращаемся на нашу формочку управления. Отключаем свет на кухне, ждем выполнения. Все происходит довольно-таки быстро. Теперь мы можем просто общаться с Siri. Привет Siri, включите свет в зале. Видим, что все заполнилось светом. А теперь хочу вам рассказать об обратной связи. Наш умный дом имеет веб-интерфейс. Соответственно, если мы устанавливаем свет на 29%, в приложении это все так же отображается. Мы видим 29%. Играя с светом, телефон об этом у нас знает. Соответственно, по споту, который отражается вот здесь вот ниже, можно видеть, что свет действительно меняется. Если мы на телефоне что-то меняем, соответственно, в веб-интерфейсе тоже это отражается. То есть обратная связь работает изумительно. А теперь, чтобы вы не думали, что я вам показал красивые циферки, которые никак не связаны с жизнью, давайте посмотрим. Вот мы физически управляем громкостью ресивера. Включаем, выключаем ее. Если мы на ресивере попробуем прибавить громкость, мы увидим, что на телефоне она так же отображается. Соответственно, минус 59 дцпл соответствует 26% громкости. Все работает почти в реал тайме. Так что, круто. Чуть не забыл сказать, что на маке это пока не работает. Хотя на нем установлена последняя бета-версия. Возможно, к релизу это и поправят. Но пока, увы, нет. А теперь настало самое время познакомиться с приложением. О знакомстве мы начнем с Apple Watch. А в запуске нам поможет одна из функций WatchOS 3, которая позволяет держать в памяти несколько запущенных приложений и позволяет открывать их мгновенно. А само приложение делится на две секции. Это избранные сценарии и аксессуары. Каких-то нареканий по работе приложения у меня нет. Все сделано качественно и работает довольно-таки быстро. Единственное, что мне не понравилось, это кнопка управления яркостью. Она настолько маленькая, что работать с ней крайне неудобно. И попасть в первый раз это просто чудо. А теперь переходим к знакомству с приложением для айфона. На знакомство мы начнем даже не исходя в него. Первое. Это 3D Touch. Он позволяет запускать три избранных сценария. Это какие-то действия, объединенные воедино. Далее. У него есть вот такая чудная менюшка. Здесь выводится 9 аксессуаров избранных, которые мы можем быстро управлять. Плюс также мы можем управлять сценариями. Как видите, все происходит довольно-таки быстро. Ну а теперь можно перейти к самому приложению. Если пролистаем вниз, мы видим те же самые избранные аксессуары и избранные сценарии. Также у нас выводится дополнительная информация по дому. Если мы нажимаем подробно, то видим все наши аксессуары, которые сейчас активны или передают какую-либо информацию. А далее мы переходим к комнатам. В каждой комнате включены те сценарии, в которых участвует данная комната, и те аксессуары, которые находятся в комнате. И выводится вся подробная информация по ним. Пока мы листаем комнаты, хотел заметить, что все это работает через малинку. То есть iPhone отправляет запросы на малинку, малинка передает на текущий умный дом, с текущего умного дома забирает информацию и передает обратно на iPhone. Как видите, все работает очень быстро. А теперь переходим к следующей вкладочке – автоматизация. Как и любой уважающий себя умный дом, мы умеем автоматизироваться. Соответственно, у меня настроены два сценария – это когда я ухожу и когда я прихожу. Работает по геозоне. Вполне удобно. Сбоев почти не было. Из вариантов автоматизации есть по геопозиции, есть по времени суток, есть по включению какого-либо аксессуара, и есть по срабатыванию датчика. Например, мы пошевелились, должен включиться свет. То есть минимальный набор функций, конечно, предусмотрен. Но какой-то глобальной автоматизации здесь тоже пока говорить рано. А теперь переходим к самому интересному. Естественно, домов у нас может быть несколько. А самая крутая фишка – то, что мы можем делиться нашим домом. Например, с нашими родственниками, близкими и так далее. То есть приехали к нам какие-то знакомые, мы можем разрешить им управлять нашим домом, находясь дома. Но при этом запретить управлять им удаленно. Или менять какие-либо аксессуары. В принципе, очень удобно. Ну что, давайте закругляться. Я постарался объять необъятный. Не знаю, как это получилось. Судить вам. Отпишитесь в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Субтитры сделал DimaTorzok